Рассмотрим добавление SOLIDWORK PhotoView 360. Во вкладке «Добавление SOLIDWORK» активируем плагин PhotoView 360. В появившейся вкладке перейдем в инструменты отрисовки. Выберем «Редактировать внешний вид». Меню слева позволяет настроить внешний вид для детали. Применение на уровне компонентов изменяет настройки отображения в контексте сборки. Применение на уровне детали отображает изменение отрисовки в контексте детали. Будет повторяться при последующем ее использовании в других сборках. Также применение на уровне детали позволяет дополнительно настроить отрисовку видов по граням, по поверхностям, тело целиком и технологического элемента. Кроме того, можно настроить рассеивание света, зеркальность компонента, отражающую способность компонента фона и его прозрачность. Применим изменения. Через меню «Внешние виды сцены и надписи» на деталь можно наложить определенную текстуру. Во внешних видах выберите «Хром» и преднастроенный внешний вид «Хромированная плита». Перетащим его на шестерню 2. Выпавшее меню позволяет произвести настройки. «Закрасить грань», «Закрасить технологическое отверстие», «Закрасить тело целиком», «Закрасить в контексте детали» и «Закрасить в контексте сборки». Выберем пункт «Закрасить тело целиком». Уберем отображение эскизов дополнительной геометрии, нажав на «Скрыть». Уберем дополнительную отрисовку грани, перейдя в меню «Стиль отображения» и выбрав «Закрасить». Настроим фон сцены. Перейдем во внешние виды сцены и надписи, выберем вкладку «Сцены», «Базовые сцены» и выберем студийный фон. Перетащим рабочее окно SolidWork. Включим окно предварительного просмотра. Добавим камеру. Рабочее окно SolidWorks разделилось на два подокна. Справа видно сцена с текущей камеры. Слева видны настройки камеры. Подвинем ее ближе. Также можно настроить тип объектива, угол обзора, дальность от камеры до плоскости отрисовки и высоту кадра. Также выберем… Выбираются соотношения сторон. Выберем 16 к 9. Изменения сразу видны в правом окне. Перейдем в меню «Окончательная отрисовка». Первое открывшееся окно – окно предварительного просмотра. В нем в реальном времени видно, как будет изменяться рендеренная сцена при изменении положения детали в рабочем окне SolidWorks. Второе открывшееся окно – это «Передушка» «Папка тщательной отрисовки». Здесь вы можете видеть, как происходит процесс рендеринга вашей сцены. Впоследствии… Впоследствии из этого окна сохраняется полученное изображение. Расчет сцены закончен. В этом окне видны результат. Можно приблизить. Подвигать. Нажав кнопку «Сохранить изображение» сохранить его в нужном вам виде. меняем положение элементов в рабочем окне SolidWorks. В окне предварительного просмотра сразу видно, как будет изменяться сцена при дальнейшем ее расчете. Заменим сплошную серую заливку первой шерстерни на преднастроенную текстуру. Перейдем во внешние виды сцены, выберем внешний вид, металл, хром, хромированная плита и перетащим преднастроенный внешний вид на первую шерстерню. В выпадающем меню выберем «Тело». В окне предпросмотра запустился перерасчет сцены с учетом изменения покрытия детали. Закроем окно предварительного просмотра. Еще один пункт меню «Интегрированный предварительный просмотр». Выберем его. Интегрированный предварительный просмотр позволяет посмотреть сцену, как она будет выглядеть в рендеринге, непосредственно в рабочем окне программы. Подключим интегрированный просмотр и попробуем сделать рендеринг более сложной сборки. Настройки внешнего вида сборки находятся во вкладке «Дисплей менеджер». Там же, где и древо конструирования. Перейдем во вкладку. Здесь мы видим компоненты и примененные в них цветовые решения. При использовании иерархического порядка сортировки вверху будут компоненты с более высоким рангом, внизу с менее высоким. Цвета, примененные в более высоком ранге, будут перекрывать цвета и текстуры, примененные в менее высоком ранге. Для того, чтобы удалить какой-либо цвет, либо текстуру, нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите пункт «Удалить внешний вид». Как видите, отрисовка детали изменилась. Добавим текстуру на эту деталь. Выберем пункт «Внешние виды сцены и надписи» и заменим черный пластик на шлифованную латунь. Применим ко всему телу. Настроим область отрисовки. Растянем рамку, захватив объект в том виде и ракурсе, как мы его хотели видеть. К примеру, вот так. Отключим область отрисовки. Включим предварительный просмотр. В окне предварительной отрисовки видно, как будет выглядеть сцена после рендеринга, в упрощенном варианте. Изменим внешний вид сцены. Выберем базовую сцену, темный фон и белый рассеянный свет. И выберем ракурс. Наложим дополнительную текстуру на некоторые детали. К примеру, покрасим эту деталь в преднастроенный цвет «Красное карамельное яблоко». Перетаскиваем цвет. Выбираем тело. Цвет изменился. Для этой детали зададим внешний вид, включая вкладку «Внешние виды». Сделаем его черным. Проверим область отрисовки. Все устраивает. Нажимаем на вкладку «Окончательная отрисовка». В окне от «Окончательной отрисовки» видим выбранную область и рендеринг сборки. Расчет закончен. Посмотрим на результат. Приблизим. Добавим расфокусирование. К примеру, 90%. Также можно поменять насыщенность, входной уровень белого и дальность, на которой будет начинаться расфокусировка изображения. Для сохранения полученного изображения нажмем кнопку «Сохранить изображение» и выберем нужную директорию. «Фотовью 360» позволяет сохранять изображение практически во всех популярных форматах, будь то JPG, Bitmap Pattern либо PSD для дальнейшей работы в редакторе. Выберем PSD. Во вкладке «Расширенная обработка изображения» можно более точно настроить получившуюся картинку. Как-то поменять яркость, диапазон, цветовую температуру, цветовые каналы ввода-вывода, расцвечивание, смещение оттенков, уровень черного и прочее, что необходимо для получения более реалистичного изображения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok